друзья я еще решил задержаться пару дней в этом городе и чмелер и в общем переехал в другой отель отель называется арбат тоже все включено но непонятно почему вот здесь у меня в баре напитки прохладительные стоят денег в общем бывает но чистенький отельчик весьма такой прям и поинтереснее будет сам по себе в плане ну в общем в общих чертах поинтереснее будет чем тот в котором я жил вот туда где-то 100 метров моря и у них есть свой собственный пляж цена такая же 40 евро я заплатил это все включено нормально светленький самое главное вот это вот когда люди используют белую мебель по сути когда вы берете дсп или какую-то краску разницы нет какой цвет вы красите в черный коричневый или еще во что-то но белый он всегда будет выигрывать и помещение светлое она будет всегда выигрывать вот это если штучка была бы тоже белая было бы намного интересней ну нормально в принципе у них здесь есть тапочки сейф есть нормальный отель хороший за эти деньги в общем сейчас пойду покажу вам все остальное и он находится прямо возле горы скалы ну как бы на окраине вот чмелера и здесь достаточно так тихо спокойно но я думаю вот вот здесь будет в этом отеле будет скорее всего музыка а еще здесь . речка и я не знаю точно но возможно будут комары от этой речки сколько я путешествую вообще по турции по миру я не знаю наверно сколько сотен или тысяч даже отели поменял в общем здесь нет такого места куда вы можете вставить карточку свою который вам дают чтобы ну вот карточку вы вставили допустим куда-то неважно куда сюда там есть специальное место и то есть свет появился во всем номере здесь система работает вот так вы поворачиваете 1 2 после этого включается свет это просто же скач я бы даже сам до этого вообще никогда не додумался уборщица пришла помогла весь отель как лабиринт и несколько бассейнов вот здесь 1 2 и там со стороны дороги есть еще бассейн и в общем здесь свой пляж второй бассейн прям возле рецепшен рецепшен возле дороги туда сейчас пообеду и пойдем зато друзья здесь вот такой вот вид на море с ресторана я у них просил по высший этаж но они сказали что сзади красивый вид но они почему-то взяли сделали на пятом этаже ресторан с одной стороны хорошо конечно что любой желающий может сюда выйти побыть здесь и видите электрические провода они либо перенесли под землю либо ну да скорее всего они под землей то есть по воздуху вообще практически никаких проводов не проходит как в америке по сути вот там моя машина в общем вот этой чмельер городочек он находится вот так вот между двух ущельев с одной стороны вот это по моему обгорело здесь бухта там остров там мармарисе пляж у них такой здесь слабенький мягко говоря и он находится прямо возле марины возле порта и это ну не пляж отеля у них здесь договоренность с кафе и получается нужно сюда пройти еще минут десять от отеля ну так или иначе в любом случае пляж как бы есть и но в принципе упаться можно шезлонги все вам здесь бесплатно дадут но единственно что здесь ресторан бар вот это в котором с которым у них договоренность здесь нужно будет все оплачивать то есть здесь не включена в стоимость отеля это набережная о которой я вам говорил и вот прям с самого края вот здесь вот отель вот такой голмар бич и прям рядом с ним вот этот вот шейк то есть кафешка частный пляж вы собственно договоренность видим у них и вы можете сюда приходить купаться бесплатно если вы останавливаетесь в этом отеле но честно говоря у меня желание особо большого нет потому что я и получше пляжа конечно видел и увижу еще поэтому я пойду наверно лучше по 7 купаться вот друзья собственно весь и чмелер на самом деле небольшой уютные городочки я люблю вот такие места и в общем я решил сегодня немного покататься потому что я уже сколько три или четыре дня в отелях никуда не езжу не выхожу пора и чуть-чуть вот размяться посмотреть куда здесь люди ходят в общем здесь дорога уходит вот так вот мимо порта и похоже на то что там есть всякие разные места интересные где можно встать с палаткой где можно встать на машине просто ну и вообще много здесь чего интересного да да здесь прям стоят люди с палатками здесь можно смело ночевать на самом-то деле оказывается прям на берегу вот на берегу прямо не закрыли но можно встать это вот здесь то есть это и чмелер заканчивается с правой стороны если на море смотреть и вот дорога уходит я здесь еще не ехал не ездил если бы поехать поехать то можно в турунч попасть таким образом и я думаю где-то там она закончится скорее всего эта дорога но все равно имеет место быть здесь такая красота все вот эти вот лодки все яхты они все заходят сюда также встают и те кто арендуют мотоциклы квадроциклы они тоже все здесь катаются кстати вы можете здесь вич миллере я видел что можно прям катер большой арендовать самому покататься вич миллер заканчивается есть такая прям на скале здесь площадка большая и не было бы вот дороги в принципе можно было бы вот прям ночевать и вот эти люди стоят вот и чмелер он там прям за горой за этой мармарис мальчишки катаются на водных мотоциклах здесь прям вообще гладь волн практически нету а его такой обрыв только что я заметил засекаться обрыв но это нормально для турции и очень красиво я думаю там либо строят дорогу либо какой-то карьер но короче говоря вот буквально прям за этой скалой туда если поехать то там будет сразу трунч когда проезжаю вот это вот место где заканчивается и чмелер с другой стороны и всегда хочу здесь остановиться и всегда куда-то спешу а сегодня у меня куча времени и вот видно какой он маленький уютненький этот городочек много отелей все включено бюджетные отели и бесплатная парковка и вот прям вот за это или за следующий горой будет турнич и вот собственно лодки ну на какой-то из этих лодок можно отправиться туда в турунч либо в мармарис туда куда еще съеду можно здесь остановиться кофе попить там уже начинаются пляжи мармариса но весьма такое уютное место интересное а вот там вот туда мы с вами ездили только что мы там были сейчас на краю проехал мармарис и вот где марина с восточной стороны здесь есть такой невероятный парк очень большой сюда почему-то можно заезжать на машине я не понимаю почему очень много тропинок по которым можно гулять прогуливаться везде написано что парковка запрещена и кемпинг тоже но вот здесь вот собственно можно припарковаться но я не вижу никаких следов чтобы здесь ночевали кемперы я думаю просто люди сюда приходят и короче говоря здесь гуляют до пяти часов вечера работает на машине нельзя на велосипедах нельзя но парк очень культурный вот в мармарисе между прочим сколько раз я здесь был даже не мог представить что здесь такой парк интересно есть и бесплатный вход сюда тихо спокойно только цикад слышно еще здесь опять возле мармариса стоит какая-то яхта гигантская вот он собственно весь мармарис вот там этот город в котором я жил сегодня и вот уже отсюда видно ну и по сути как бы все здесь рядом вот здесь есть полуостров и там маленькая тропинка на него ведет я сейчас хочу туда попробовать заехать я здесь нашел такое классное местечко с чистой водой со спокойным пляжем но там знаки на везде стоят что запрещено парковаться и ночевать хотя место очень хорошее прям под деревьями наверное может быть кто-то будет ночью спать как они что они людям сделают ничего не сделают это даже такое ощущение что это вот эта яхта eclipse обрамович который мы видели подрыв нужно будет похоже очень по размеру в общем друзья здесь очень много площадок где можно постоять а вот так вот с видом на мармарис с видом на лагуну здесь еще одна марина вот там вот за горой марина и здесь еще одна марина какая-то не знаю что марина и в общем можно примут под соснами вот так вот встать просто идеальный вариант здесь по этой дороге практически никто не ездит он там еще проходит дорога оттуда она идет в сторону свет и в сторону гучека скорее всего я по ней туда поеду на восток когда буду возвращаться в сторону дали и а в общем здесь какой-то парк тоже национальный парк здесь тоже все запрещено ничего нельзя делать и вот это вот марина 2 которую я вам показывал вон там яхта и мармарис уже совсем далеко здесь тоже много всяких разных пляжей куда можно приехать покупаться прям с чистой такой водой интересных до мармарис я недооценивал нужно отметить прям здесь много зелени здесь по-моему есть еще какая-то пещера но она по-моему сейчас закрыта и вот еще одна небольшая тут короче говоря вот если вы приедете в мармарис или вычмеллер и будете вот смотреть на юг то как вы будете смотреть вот в сторону на этот полуостров здесь несколько мест и можно спуститься на частные пляжи ну и скорее всего там рядом с этими частными пляжами найти место где можно и найти бесплатные пляжи в общем такой вот интересный полуостров кто-то мчится сюда на лодке и вон та белая лодка которую я вам показывал ну вот примерно вот так выглядит вот эта территория частного частные пляжи и частная вот эта территория возле моря там есть всякие разные кафе и рестораны и что-то мне подсказывает что то можно спуститься и там в общем отдохнуть заплатить и хотя хотя ну да я думаю это это создано для людей чтобы люди приезжали и как бы там отдыхали но и вместе с тем вот рядом могут быть жилые тоже чьи-то дачи дома прямо так вот стоит красиво безмятежно волн вообще практически нет поэтому конечно же они здесь марины сделали и там слева тоже у меня есть вы можете эти места найти в google картах и там ну собственно про них прочитать что сколько стоит когда в какое время они работают и так далее здесь можно прям вот так заехать дороги за ночевать и посадить где стоят олигархи видимо они здесь экономят на швартовки еще что-то постоянно то есть она здесь в турции под английским флагом почему самое интересное вот сюда автобусы грузовики приезжают отдыхать здесь стоят под соснами люди просто приезжают здесь кто-то палатки там разбивает и вот собственно вот здесь вот за этой машиной за за деревьями прям возле дороги стоит яхта яхта и одна примерно тоже такого же размера стоит в но это яхта абрамовича сто процентов я ее уже знаю катаюсь тут возле мармариса со всех сторон туда-сюда вот это вот трасса и 400 вот она проходит через весь мармарис и потом уходит вот туда в сторону дачи и там заканчивается если вы будете по ней ехать то вы сможете вот здесь вот увидеть мармарис прям как на ладони вообще со всех сторон его видно очень хорошо и такая смотровая площадка классная вот она яхта вот полуостров на котором я сегодня был и в принципе все вообще отсюда видно очень красивое место здесь даже можно заночевать много площадок те можно прямо становиться вот так вот также здесь примерно стоит 40 50 долларов ночь плюс-минус и так уборная в принципе такая же но здесь в этот номер он больше намного то есть он трехместный здесь могут спать три человека и вот такая большая кровать и одна кровать чуть поменьше вообще очень круто на самом деле здесь напротив тоже есть отели там тоже примерно такая же цена здесь оказывается не душевая кабинка здесь джакузи вот такая вот огромная прям втроем даже туда можно залезть и ну этот номер круче у меня был номер вот рядом 122 это 120 это 122 и этот номер прям намного интереснее настал момент мне покидать город мармарис вот я решил поехать по берегу в ту сторону и по побережью в общем не получилось там проехать потому что там во это военная часть то есть зона которая принадлежит военным и ну короче говоря там гражданским проезжать нельзя много знаков было и короче говоря я развернулся вот она опять здесь яхта Абрамовича и придется объезжать очень сильно придется объезжать сейчас подниматься в горы потом там по центральной части ехать и в общем я наверно окажусь где-то возле Гучека потом только тихонечку подъезжаю к Гучеку вот если проехать мимо аэропорта Таламан а здесь есть возле моря вот такая вот дорога возле Гучека то есть Гучек прямо туда если мимо аэропорта проехать Таламан то здесь есть такая бухта очень красивая мы приезжали сюда летом зимой вернее и здесь было вообще пусто а сейчас здесь прям столько много лодок стоит я еще вот там марковал машину говорил вам было бы наверное как классно здесь заночевать здесь вот такая вот узенькая дорожечка малюсенькая но я думаю проедет автодом в принципе и там скорее всего даже дальше тоже должен проехать спуститься в ущелье сейчас посмотрим вот я помню мы сюда подъезжали тоже на эту площадку я думал как наверно классно летом сюда можно приехать там заночевать потому что зимой прохладно было ночевать ну и как бы машины не было такой который можно сейчас спать а сейчас прям вообще такая красота такая благодать здесь мне интересно сейчас я там вижу кое-какие автодома скорее всего люди просто бесплатно туда заезжают ну и спят там соответственно там прям вообще регата парусная очень много парусных лодок и вот прям за этой горой ну или там заодно еще горой там сразу будет гачек это прям рай для яхтсменов и все яхтсмены сюда хотят попасть потому что здесь во первых красиво во вторых спокойно и глубина здесь позволяет ну короче говоря все все здесь сходится поэтому сюда все рвутся ну и плюс ко всему посмотрите какие горы красивые гигантская парковка я поговорил сейчас с местными они сказали что сегодня никак не получится здесь спать потому что именно сегодня здесь будет мероприятие много приедет людей будут какой-то праздник делать выпивать будут и приедет жандарма полицейские приедут и короче говоря ну они говорят мы типа тебе можем можем пустить ну лучше езжай на пляж кило 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 кой вот так вот по-людски по-человечески поговоришь с людьми все объясняют все расскажут нету никто не быкует никто ничего не придумывает не накидывает ну хочешь спать спину жандарма короче говоря будет гонять и тебя говорит и нас будет гонять поэтому не сегодня а так место здесь очень много стоят автодома кемперы но скорее всего действительно никто не будет спать ночью здесь даже есть спасатели но в основном отдыхают все местные только вот это вот наши наверное либо европейцы без купальников загорают а так пляж ну конечно красивый и место классное и как бы и покупаться можно но я наверно буду искать место вот сейчас поеду куда-то туда по горам и за ту гору и где-то там буду искать место чтобы но у меня как бы был пляж и чтобы я мог там и купаться и сразу уже потом спать чтобы ночью не искать так место конечно интересно особенно когда сверху смотришь вообще круто вот мне говорят у тебя большие колеса посмотрите турки какие ставят это грязевая вообще мт-шка резина я честно говоря не знаю где они здесь находят места ездить вообще на таких машинах на такой резине вроде как в турции везде асфальт есть вот из класс пожалуйста приехал все как положено вернулся в качек и вот как здесь эта яхта стояла олигарха русского так она здесь прямо стоит по моему на том же самом месте flying fox говорят около 100 миллионов долларов стоит швартовка в год и получается вот год прошел ну и не только швартовка я имею ввиду полностью обслуживание яхты и короче говоря она как стояла вот так и стоит здесь на этом самом месте где-то вот там гачек да вот там где-то в глубине и вот здесь вот за этой горой стоит яхта которую я вам сейчас показывал уже давно она здесь стоит и здесь очень много на самом деле яхт прохладники такой вечерочек вообще кайф и вон там внизу я уже пишу авто дома сейчас если я найду место я там стану если нет идется дальше ехать здесь грунт но вот такой твердый грунт с камушками то есть ехать можно нормально я думаю я здесь прям с кайфом заночую высплюсь да и с видом на вот это все вот эти вот лодки что может быть прекрасней чтобы быть их сменам не обязательно иметь яхту можно и на машине рядом снать в общем друзья нашел я вот такое вот место классненько здесь себя прям в трех метрах от воды сложно вообще на самом деле придумать что-то более оптимальное потому что здесь все под соснами тенечек и собственно с видом на гачек можно купаться там еще есть вода питьевая я думал поеду куплю айран и короче говоря передумал покупать в общем здесь не только можно начать можно просто приехать покупаться отдохнуть и вот опять девятка не в девятке постоянно встречаются машины советского производства в общем круто а вот тесла пожалуйста рядом там я не знаю это он или нет но очень сильно похож на плавучий супермаркет кэрфорд есть такой еще миграс миграс денис можете загуглить прям лодка миграс супермаркет но он гораздо больше и он тоже такой плавучий и то есть туда на вот такие на таких маленьких катерочках привозят клиентов да ну как бы написано что кэрфорд но это может быть супермаркет может быть нет а вот здесь прям такой и ну миграс супермаркет он там даже мусорные баки есть но место конечно же идеальное сложно вообще придумать что-то лучше здесь на автодомах приехали с прицепами много кто в лодках своих спит многие просто свои лодки поставили ну в общем круто конечно же сейчас зашел в воду она во первых чистая во вторых очень теплая такая вода и вот как будто бы ванну набрал себе в общем лег она соленая и я на ней лежу на спине и мне даже вообще вставать неохота идти никуда неохота и в общем я просто кайфую и наверное вот это будет пожалуй одно из самых моих любимых мест в Турции я всегда говорил что я очень люблю Гачех что мне это место очень нравится оно такое пафосное знаменитое и здесь всякие разные люди сюда приезжают ну мне здесь нравится особенно особенно вот вот здесь как я стал под соснами деревья там у меня стол единственный минус здесь нельзя разжигать мангалы огонь нельзя разжигать прямо написано есть следы конечно но я не буду этим заниматься и в общем вот прям даже вот так вот человек сюда припарковался он его периодически оставляет этот прицеп уезжает даже не закрывает уезжал сейчас в магазин и ну у них здесь в Турции как-то все чисто еще плюс ко всему и ну никто ничего не трогает чужое криминала нет никакого вот они координаты ну я думаю вы его сможете легко найти то есть если вы заедете в Кучек и поедете потом вот мимо Марины то есть дорога трасса туда уходит туда уходит туннель платный там а вы поедете сюда по возле берега возле берега и вот здесь проходит дорога там она заканчивается она начинается грунт и как бы ну вот здесь такое вот место классное мне здесь очень нравится вот такое у меня сегодня доброе утро выспался вообще как младенец уснул в девять проснулся в десять больше двенадцати часов проспал и просто кайф какой-то вечером было прохладно вообще тихо спокойно только шум волны все и вот сейчас только под утро здесь ребята включили музыку на своих лодках вот это вот полностью вся площадка была забита палатками они вот уехали разъехались недавно ночью просто негде яблоко было упасть все здесь спали ночевали и очень много людей в общем было у меня машина вон там под создан кайф я уже второй день в городе Качек у них здесь вот такая вот есть Венеция турецкая между виллами проходит канал и собственно на лодочке прям можно подойти к своей вилле также здесь можно погулять там стоят яхты в том числе одна из самых дорогих яхт вон там стоит а я спал вот там где-то в том июне две ночи я там проспал думаю сегодня поеду дальше здесь еще есть Ди Марин и Марина Ди и там есть пляж с белым песком хочу посмотреть как он выглядит летом ну прогуляться здесь немного такие вот цены на парковку здесь в этой Марине 24 часа 450 лет стоит прям такие уже европейские цены это почти 20 долларов за сутки просто припарковаться в Марине ну там конечно такая приличная парковка ну и как бы нищие люди сюда не приезжают здесь вот так вот прямо возле берега плавают рыбки причем достаточно такие крупные ну конечно же их здесь никто не ловит потому что здесь рыбалка запрещена по всей видимости и вот так она выглядит начало этой марины здесь еще есть вот такая вот прачечная с абсолютно бесплатным душом там внутри с горячей водой и ну все очень чисто цивильно я наверное даже вообще и в Европе таких марин крутых не встречал и чтобы все было абсолютно бесплатно потому что ну вы как бы можете зайти сюда просто и ну по сути принять душ или там допустим в прачечную сдать вещи а вот здесь в баре подождать с видом на марину вот так вот такие лодочки катамараны здесь симпатичные стоят аурора она тоже была сделана на верфи люрсен как и флайн фокс собственно ну и здесь концентракция яхт сейчас наверное очень большая в Турции там даже велосипеды внутри у нее стоят невероятно конечно что там она даже на полнах стоит качается несмотря на то что написано здесь то что очень глубоко и либо она так просто закреплена либо из-за того что она очень большая но вообще качки практически не подвержена ну и плюс ко всему там наверное еще гасители есть которые не дают ей раскачиваться вот они вот эти две яхты справа это флайн фокс и рядом с ней тоже какая-то большая крупная яхта но это очень крутые яхты на самом деле наверное поэтому они там стоят где-то в сторонке и там особо охрана к ним так просто не подойти а я спал по-моему вот здесь вот совсем рядом за вот этим корабликом если я не ошибаюсь да и друзья каких яхт здесь только нет это просто что-то вообще нечто ну и по стоимости тоже они очень много стоят конечно же с водными мотоциклами с катерами разной длины разной ширины вот они набирают водичку себе здесь через фильтры подключили электричество все такое и запасаются продуктами а зайти сюда постоять по-моему стоит 30 евро с человека что ли либо с какой-то небольшой яхты какая-то такая цена за сутки просто вот так вот пришвартоваться к Марине привязаться к вот вот этой штучке бетонной кстати она плавучая тоже она закреплена как так но но она плавает немного качается вот и собственно если вы захотите воду либо электричество вы будете за это за все платить отдельно вай фай скорее всего здесь бесплатный ну и так далее дальше больше вот здесь столько нет и вот таких вот тропиночек кармашков здесь наверное около десяти только в этой марине а там еще есть другие марины ну и так далее у каждой лодки есть вот такой вот небольшой надувной катерочек чтобы выполнять всякие дела по швартовке если вы стоите где-то на якоре вот так далеко от марины вы можете на этой лодочке поехать в магазин но здесь плавучий магазин в Турции поэтому у них все четко в этом плане вот с водными мотоциклами там по всей видимости есть кран у них на этой яхте и они могут краном спустить этот водный мотоцикл на воду ну и 90 или может быть даже 99 процент этих яхт можно зашвартовать в чартер то есть обычно те люди которые покупают себе яхты такие они очень редко ими безраздельно овладеют потому что стоимость обслуживания и стоимость швартовки в маринах и так далее очень высокая поэтому в принципе вы можете вот так гулять какая яхта вам понравилась на многих даже прям сразу номер телефона написан очень редко яхта кому-то принадлежит и она просто стоит никуда не ездит к примеру вот этой лодке есть такая маленькая лодка и у нее собственно 800 лошадиных сил два мотора по 400 800 лошадиных сил я честно говоря даже не знаю для каких целей такая мощность вот пляж я вам уже показывал зимой это пляж с песком который сюда привезли специально для этого пляжа для этой марины ну и по-моему вот несколько сотен лир стоит плюс здесь есть вот такой еще ресторанчик это все было закрыто зимой ну место конечно очень интересное даже просто погулять здесь и цены цены уже конечно же здесь европейские в этом месте ну и я думаю что этот пляж рассчитан на людей которые здесь швартуются в этой марине либо здесь еще есть отель возможно это для гостей отеля тоже еще вот а здесь уже бесплатный пляж для обычных людей простых точно такая же вода точно так же можете купаться ну либо купаться там где я стоял тоже бесплатно так же можно пожить покупаться ну место конечно же уникальное и такое милое и прям лакшери конечно же вот ди-резорт здесь есть еще в этой димарине ну и конечно же вот этот песок который они привезли он очень красиво выглядит в общем круто одним словом и наверное вот за вот это за все я и полюбил качек даже зимой когда мы приезжали сюда а летом здесь вообще прям супер конечно одно из самых по сути крутых мест в Турции ну на этом побережье парковка за 450 лир здесь есть зарядка для Теслы ну и собственно для других электромобилей кстати там где я ночевал два дня я приехал белая Тесла стояла и я сейчас уезжал тоже она до сих пор там стоит вся в пыли уже и к ней даже никто не подошел даже не прикоснулся вот в Турции у них в этом плане прям четко конечно чужое никто не трогает такие машины они делают тоже в основном из пикапов для бездорожья ну не знаю я где здесь в Турции на таких машинах честно говоря ездить да вот здесь я помню зимой мы приходили запускали дрон вообще вы можете прийти здесь как бы на травке просто лечь полежать сделать пикник себе устроить я думаю вам никто не запретит это со своим со своей едой даже я думаю можно прийти сюда единственно что вот на только на вот этом пляже скорее всего придется оплачивать либо просто наверное заказывать в ресторане я честно говоря даже точно не знаю ну пляж там классный безусловно ну не знаю я почему-то у меня нет такой привычки платить за вход на пляж потому что ну я как бы сплю постоянно в таких местах где либо чистые пляжи где либо чистая вода и по сути ну мне никакой разницы нет я как бы сплю там и никакого смысла мне естественно платить за пляжи нет это турецкие электромобили и вчера тоже где мы ночевали подъезжали ребята вот на такой машине ну может быть не на такой может чуть чуть на другой скорее всего эта машина презентация будет этой машины и собственно 500 километров этот электромобиль может сделать проехать и в турции здесь есть фабрика типа от начала до конца полностью полный цикл их здесь делают и ну он прям ее так расхваливал на турецком правда ну в общем вот ток электромобилей в турции делают электрические мопеды какие-то новые да у него нет выхлопной трубы и по всей видимости это электрическая штучка и вот это вот по-моему на ней либо можно ездить либо это батарейка съемная то есть вы снимаете батарейку приносите завершаете ее дома в квартире и потом по сути как бы вставляете назад и можете кататься сколько угодно я думаю пробег большой вода просто прозрачная и здесь чистая вода и там где я ночевал тоже чистая вода вот так друзья у них собственно выглядят здесь вот вот туалеты душевые сколько здесь пять не меньше пяти и очень чисто прям невероятно чисто и горячая вода есть вообще круто и еще здесь с помощью кондиционера поддерживают фены и поддерживают температуру какую-то определенную то есть тут не жарко как бы и не холодно только что покинул город гачек как бы сильно я его не любил все равно наступило время уезжать и вот сразу после него сразу тут за перевалом есть такая бухточка прям миленькая прям миленькая с вот такими вот островами тут лесами и я сейчас попробую туда спуститься друзья я нашел вот такое вот место очаровательное затерянное сюда яхта тоже зашла стоят здесь кайфуют и в общем я приехал на машине здесь еще две палатки просто люди загорают ну место однозначно затерянное и прям круто я заехал там на камне чтобы машина стояла ровно и вот прям на берегу буду спать вот такой у меня прекрасный вид сегодня я даже не знаю где лучше вчера было или сегодня но здесь прям совсем вообще тихо дико одна яхта только стоит и в общем две палатки еще и вот ребята приехали еще и все больше никого нет просто абсолютная какая-то тишина только волны и луна спрашивают мои друзья как я здесь живу в общем вот так вот выглядит мой быт вот этот холодильник его можно туда задвинуть полностью можно выдвинуть полностью и спокойно здесь два человека могут в принципе лечь даже три человека если выдвинуть и у холодильника еще вот такая вот штучка выдвижная есть она сделана из обычной фанеры но много раз пропитана маслом оливковым и по-моему касторовое или еще что-то типа этого какое-то масло я покупал в аптеке которое без цвета и запаха и в общем пропитывал чтобы она не разбухала и на ней можно резать и ну ее как стол можно использовать в принципе очень удобно вот ну еще у меня плюс ко всему есть раскладной вот такой стол и канистра с водой еще изначально здесь получается стояли сиденья и в общем я их убрал и из фанеры сделал такую как книжку то есть вот эта часть она вот так сюда открывается вон та часть она вот так сюда открывается и ну я вам наверное потом это покажу когда все выложу и короче говоря под этой кроватью у меня еще 500 или где-то 700 литров пространства есть такие хорошее приятного аптеке и кейл да и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok